НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Почему дверь закрыта? Я не знаю! НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Живее! Бежим! Водыня! Час! Давай, давай! Давай, давай! Гуря! 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 Сorm Hardwick! Отожди! Отойди! Отойди от себя! Илья! Отойди! Илья! Отойди, назад! Отойди! Извините! Все! Давай сюда! Стрэнчер! Поехали! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Быстро сработано. Хорошо. Сейчас наберу Рябова, чтобы был готов. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК В общем, так. Состояние детей мы стабилизировали. Их жизни ничего не угрожает. Никаких травм. Это просто испуг. Видимо, в рубашках родились. К ним сейчас можно? Ну, мы дали им успокоительное. Они сейчас спят. Завтра уже домой заберете. Спасибо. Спасибо. А есть еще новости. Плохие. Марк Давыдович скончался два часа назад. Мы сделали все, что могли, но сами понимаете. Зачем я все это затеяла? На что я рассчитывала? Правильно Сима говорит. Ничего тут не добьешься. Надо просто брать детей и уезжать отсюда. Куда? Да куда угодно, лишь бы подальше. А тут кто останется? А ты-то чего? Или мне будешь сейчас байки рассказывать, что ты здесь навсегда? Я еще не знаю. Да все ты прекрасно знаешь. Ты не думай, я тебя не обвиняю сейчас. Просто не надо было тебе сюда приезжать. Зачем тебе все это? Завод, школа, я... Тут ты не права. Зато ты у нас всегда прав. Конечно, здесь кто-то должен остаться. Но почему-то этот кто-то всегда не ты. Ладно, я пойду. Дмитрий Александрович, я... Я не знаю, как так получилось, правда. Все нормально, Саня. Нужно ехать, нас уже ждут. Угу. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем по octopus. Антон? Антон? Ты что, напился? Утром тебя ждет серьезный разговор. Антон утром. Берешь. Мне пьяным хламом Досонка звонит, говорит, что-то там о тебе, о белье, о пожаре. Лен. Привет. Я телефон выключила. Если кратко, то Витя забрал у меня детей. Илья с Олей сбежали и закрылись в музыкальной школе, а школа загорелась. Ничего себе. А дети как? Да ничего вроде. Но делали с легким испугом. Больница сейчас. А ты как? Никак. Знаешь, семья, чуть собственного ребенка не убила. Лена, Лен, перестань. Ты не могла об этом знать. Могла. В любой войне всегда кто-то умирает. Лен, ты все делаешь правильно. И что? Я всю жизнь все делаю правильно. А в итоге? Правильно ты вчера сказала. Одна с двумя детьми и нищенской зарплатой. А теперь еще и без зарплаты. Так. Ну а Дима что? А что Дима? Умный, красивый, добрый. У него же карьера. Сейчас побудет здесь немного и уедет обратно в свой Лондон. Держи. Я тебе отоксирила документы. Спасибо, Сим. Настоящий друг. Только мне это уже не нужно. Надоело все. Чего? Подожди, ты заварила эту кашу теперь в кусты? Слушай, настоящий друг. Я, между прочим, карьера своей резкую, понимаешь? Иду на компромисс совестью. Ворую документы своего начальника, который мне, кстати, ничего плохого не сделал. А тебе надоело? Сима, школа сгорела. Спасать нечего. Я тут ночью изучила все эти документы и обвела тебе там важную информацию. Ты почитай, а? Зачем? Лен, ну школа ж сама сгореть не могла. Правда ведь? Ладно, все. Я опаздываю на работу, которой у меня, наверное, скоро и так не будет. Давай! По данным МЧС, пожар начался в библиотеке школы. Главная версия – короткое замыкание электропроводки. Также, по нашим данным, в здании находились дети. Кто разрешил использовать аварийное здание, а также кто будет отвечать за то, что в здании находились люди, покажет следствие. Студия. Как только что нам стало известно, был задержан генеральный директор завода, на балансе которого находится здание школы. Именно он отдал приказ не передавать аварийное здание городу и добился того, чтобы школа возобновила работу. Для разъяснения данного вопроса мы попытались выйти на связь с директором школы Еленой Ветер, но она не отвечает на звонки. Воды не было, потому что стройка нарушила систему водоснабжения. А ты не думаешь, что твою школу подожгли не из-за парковки? Пап, ну что за конспирация? Кому еще было до нее дело? В курсе, что я с трубой арестовали. Как арестовали? Из-за твоей школы. Все утро по всем новостям передают. И тебе говорят, что прячешься. Телефону не подходишь. Я должна ехать к нему. Погоди. Погоди. То, что школу подожгли специально, это ясно. И к бабке не ходи. Илья говорит, что слышал, как кто-то разбил стекло прямо перед пожаром в библиотеке. А вот теперь, подумай, назначают я с труба. И понеслось. Сначала слухи. Потом митинг. Потом убивают Марка Давыдовича. Потом пожар. Кстати, это не первый пожар. Ты хочешь сказать, что тогда... Это очевидно. Яструб кому-то мешает. И эти люди готовы убивать. Тогда, а ты, наверное, это не помнишь, сразу после пожара человек, который на заводе отвечал за пожарную безопасность, сбил машину. Похранили все. Кто же тогда знал? И что делать? Искать доказательства, что все эти преступления кому-то выгодны. И ты знаешь, где их искать? Знаю. Молодец, Сережа. Хорошо сработано. Тебе сам знаешь, с кого? Это от меня лично. Спасибо, щедро, Геннадий Анатольевич. Щедро, спасибо. Не за что. Сереженька, скажи мне, пожалуйста, как долго мы можем Диму продержать закрытым? Ждем решения суда. Он должен назначить меру пресечения. Уголовное дело возбуждено. Ястру был выдвинуто в опьянение в халатности. Если выяснится, что документы о пригодности здания к эксплуатации фальшивка, и я, чтобы потом знал, естественно, статья поменяется. Ну, нормально. По суде я перезвоню. Даже если он выйдет, ему будет не до инноваций. Да, и потом, насколько я понимаю, пока длится следствие. Я на стране, над занимаемой должности, а следствие может идти. Вы как долго? Да, может. Может. Ну, посмотрим. С заводом-то что теперь будет? Да, ничего. Пока я, Струб, здесь, будем изображать видимость реформ. Но я думаю, что он тут долго не задержится. Почему? Почему? Ну, ты себе представь. Ты молодой, перспективный. Занимаешь должность директора завода. Вдруг пожара. Погибает твоя жена. Ты, естественно, в расстроенных чувствах покидаешь город. Думаешь, что больше никогда не вернешься. Но со временем возвращаешься. И все повторяется опять. Ты директор завода. Пожар. И чуть не гибнет твоя дочь. Я так понимаю, в прошлый раз пожар тоже организовали, да? А какая разница? Да. Да, еще один момент. Марк Давыдович, царство небесное, припрятал кое-какие документы с моей подписью. Надо бы их отыскать. Угу. Можно у него в доме пошерстить. Наверняка, он их там и спрятал. Пошерсти все в доме. И на даче. Тоже пошерсти. Пошерстю. Они не должны всплыть. Ну, значит, не всплывут. Саш! Оленька! Ты что, сбежала из больницы? Надежда Федоровна, со мной все в порядке. Где папа и Саша? Ну, так папа в СИЗО, а Саша к тебе поехал. Ага. Да, Саш, я дома. Это очень хорошо, что ты дома. Сейчас Надежда Федоровна поможет собрать тебе вещи, а я отвезу тебя в аэропорт. Зачем? Здесь небезопасно. В Лондоне тебя встретят и устроят. Это все? Да. И никуда не полечу. Послушай меня. Твой отец арестован. Ты сама чуть не погибла. Мы не можем так рисковать. Что это значит, вы не можете так рисковать? Кто это вы? Слишком мало времени. И слишком много вопросов. Хоть я ничего не понимаю, но я точно знаю, что без папы я никуда не полечу. Алло. У нас небольшая проблема. Да, понял. Надежда Федоровна, можно вас на минуту? Угу. Привет у себя. Здрасте у себя. Только я не думаю, что он в состоянии разговаривать. Это что такое? Илья и дочь Ястреба чуть не сгорели в школе. А Виктор Владимирович пьет с утра. Сима, как это тело проснется, пусть меня наберет. Договорились. До свидания. До свидания. Геннадий Анатольевич, что за подставы? Ты в курсе, что в школе были дети? Что случилось? Я сейчас приеду. Тамара Юрьевна, ну и переживайте вот так. Кто же мог предположить, что именно в тот момент в школу заберутся дети? А с другой стороны, это даже к лучшему. Это с какой стороны к лучшему? Теперь менты и журналисты будут отыскать. Кто, что, зачем? Ну и что? Менты у нас все свои. А журналисты... Пускай предполагают что угодно. У нас будут факты. Их неисправная проводка. А дети? Они же могли что-то видеть. Слышать. А вы не думаете, что дети сами могли поджечь? А что, неплохая версия. Дочь директора завода и сын директора школы. Ночью прогираются помещения, разжигают костер на барабане. Еще парочка таких уток. Их рассказам вообще никто не поверит. А еще же есть исполнитель. Ну, с этим, я думаю, проблем не будет. Что вы имеете в виду? Томочка, успокойся. Но всем же избавляться от человека, который и так согласен с нами сотрудничать. Тем более, по зову сердца и сравнительно за небольшие деньги. Не доверяю я ему Скорский. Двуличный тип. Это как раз хорошо. Никто на него не подумает. Томочка, наши интересы совпадают. Последовательно все будет хорошо. Есть еще один момент. Да? Такой? Витя мой, что-то совсем раскис. Боюсь, как бы из-за переживаний на правду его не потянул. Витя, это да. Слава извину. Ты что? Я с ним поговорю. Объясню, что к чему. Попал. Попал. Не было никаких документов. Просто на понт брал. Ладно, валим отсюда. ГОВОРИТ ПО-ТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТИТ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Виктор Владимирович, здравствуйте. Надо поговорить. В чем дело? Все вопросы к моему секретарю. А я не журналист. А кто? Едем. Я сейчас все объясню. Извините, но как-нибудь в другой раз. Тссс. Не заставляйте меня на вас слишком давить. Едем. Надежда Федоровна, нельзя же просто так сидеть и ничего не делать. Оленька, ну Саша сказал, из дому не на шаг. Значит, из дому не на шаг. Саша сказал. Ну, сказал. И сколько мы здесь должны еще сидеть? День, неделю, месяц. Почему я вообще должна его слушать? Ну, потому что он и твой папа лучше знают, что надо делать. Оленька, а супчик? Окей, я тогда буду в своей комнате. Оленька, а супчик? Нет аппетита. До свидания. Ну как? Лена, ты понимаешь, что это? Понимаю. Лена, ты не понимаешь, тебя убьют. Сим, из-за меня я с трупом в тюрьме. Я должна ему помочь. Ну и как ты ему поможешь, если ты будешь труп? Когда ты собираешься это отдать? В полицию. Серьезно? В полицию? Последок, как ты рассказала о митинге рябом? Сим, слушай меня внимательно. Одно дело судиться с Томкой из-за канализации, другое дело это сумма. Но ты вообще видела какие-то суммы? Я не знаю, что с тобой сделать из-за них. Так, Дима, взрослый мальчик, он сам себя сможет защитить. Я так не могу. Лена, у тебя дети. Дети. Сим, если что, вдруг… Лен. Лена, я вам Эра зовут тебя. Топас, Топас Вранит. Ну, сам потом можно. Витя очнулся наконец-то. Ты вообще до белки допился? Остать с меня! Стоять! Ты… Ты во что вляпалась дома? Я смотрю, с тобой уже побеседовали? Я всегда думал, ты умная, а у тебя реально кэш вместо мозгов. Как ты могла вообще до такого додуматься? Мой ребенок чуть не погиб. Мой сын, ты понимаешь? Из-за тебя. Из-за меня? Да. Из-за меня? Я виновата, что твой ребенок тебе дошляется по ночам? Да какое ты имеет отношения к поджогу? Нет! Это все случайность. И слава богу, не трагическая. Случайность? Ты послушай себя, что ты говоришь? Что ты несешь? Детей закрыли в школе, ты понимаешь? На ключ закрыли перед поджогом. Это не случайность, Тома. Это преднамеренное убийство. Ты врешь. Никто их не закрывал. Никто вообще не знал, что там дети. Никто? Ты в этом точно уверена? Тебе твой сообщник зуб для гарантии дал, а? Я не знаю, но я узнаю. Витя. И еще. Теперь уже точно без меня. Вообще. Ви... Вообще! Витя! И не звони мне больше! Мой бавренький, мой бавренький мой. Леонид Владимирович, это же бомба. Рейтинги будут запредельные. Ты где это взял? Директором из школы передала. Так все же сходится. Гендиректор. Пожар. Убийство секретаря. Ничего. Ничего. Шиваева не сходится. Подождите. Тихо. Тихо. Я как друг тебе и как человек с большим жизненным опытом говорю один раз, а ты запоминай. К тебе никто не приходил. И документы тебе никто не передавал. И забудь о них, ты слышишь меня? Забудь. Леонид Владимирович, как же... Витя Шилаева, эта тема закрыта. Если ты хочешь убойный материал, пожалуйста. Пожалуйста, иди увольняйся и освещай. Ты поняла меня? А я... Я вот подставлять коллектив не намерен. Вообще-то у нас свобода слова. У нас Шилаева могут так прикопать в лесочке вообще-то, что тебя никто никогда больше не найдет. Если тебя, конечно, устраивает это. Пожалуйста. Ясно. Ну, а что делать с документами по поводу стройки? А. Это можешь раскручивать по полной. Спасибо. Короче так, официальная версия замыкания в электропроводке. В смысле замыкания? Единственное, что новое было в школе, так это проводка. Как это? Ну так, весной только поменяли. Так, доказательства есть? Сгорело же все. Хотя я дома поищу, у меня где-то была записана фирма, которая меняла. Вообще не понимаю, откуда могла взяться эта версия с проводкой. Откуда? Зам твой заяву накатал, что были проблемы, искрило и не выдерживало напряжение. Белкин? Ага. Как интересно. А ты уверен? Ага. Спасибо, Никит. Ну, Белкин. Хорошо. Это кофе оригинал где? А у Елены ветер. Это еще кто-нибудь видела? Только журналистка. Но она будет молчать. Хорошо. Что? Ну что, журналисты иногда имеют молчать. Хм. Ну да. Я могу идти? Иди. В конце месяца получишь. Ага. Спасибо. Благодарю. Сереж, привет. Тут нужно с одной теткой неугомонной разобраться. Ветер ее фамилия. Ну да, вымчилка та самая. Бывшая жена до сынка. Да не пугайся. Я же говорю, бывшая. Ну давай, салют. Значит, проведешь проверку. Хорошо. Только аккуратно. Я понял. Вам чего? Мы хотим дать показания. Какие еще показания? Вы кто такие? Мы были в здании, которое сгорело. А кто следователь по делу Дмитрия Ястреба? Нам надо его увидеть. А больше вам ничего не надо? Так. Что здесь происходит? Да вот, дети хотят дать показания по поводу пожара в школе. А вы кто такие? Я Илья. Доцент. А это Оля Ястров. Сын Мара? Да. Ну-ка, ребятки, пойдемте-ка со мной. Что-то случилось? Зачем вы закрыли школу? Не понял. Вам за что заплатили? Забросить бутылку и дать показания? Зачем вы закрыли детей? Вы что, маньяк? Тамара, я все сделал так, как вы сказали. Никого и ничего я не закрывал. Так а кто их закрыл? Я не знаю. Не было там никого. Может, кто-то пошутил. Я не знаю. Это же дети. Одни забрались, другие закрыли. Мало ли с кем у них там конфликт. Я не знаю. Что с вами? Ничего. Тамара, вы в порядке? Может, воды? Я советую вам на какое-то время покинуть город. Так я... это вот... Вот, я уже билеты купил. Завтра улетаю. Надежда Федоровна! Надежда Федоровна! Надежда Федоровна, Оля где? Дмитрий Александрович, вас выпустили, слава богу. Оля где? Наверху, у себя. Она как в обед поднялась, так и не спускалась. Так может, чаю попьете? Я пирог испекла. Ее наверху нет. Ее нету! Спокойно. Звоните Илье. Скорее всего, она с ним. Нет у меня телефона Ильи! Я позвоню Лене. Не надо, не надо. Я сам наберу. Алло! Алло! Елена Николаевна, это Александр, водитель Дмитрия Яструба. Скажите, а Оля у вас? А Илья где? Спокойно, спокойно. Елена Николаевна, если что-то узнаете, сразу наберите, хорошо? А возможно, они просто где-то гуляют. Гуляют? С отключенными телефонами гуляют? Внимание, всем приготовиться. Ситуация меняется. Привет. Если Оля появится, пусть срочно звонит отцу или мне. Ну, а пирог? Белкин, почему? Это же и твоя школа. Моя? Она была бы моя, если бы ты не вздумалась с декрета выйти перед моим назначением. Подожди, то есть ты поджег школу, потому что тебе места не дали? Или потому что тебе денег заплатили? Кстати, кто? Томкой или Бурой? У тебя какая разница? Ты уже ничего не докажешь. Школа сгорела, документы сгорели. А меня за руку ты не ловила. У тебя все? Вот теперь все. Антош, а где ты был ночью, когда загорелась музыкальная школа? Не помню. А что? Это что? Без понятия. Ключ выпал из твоей одежды, когда ты здесь пьяный валялся. Это от музыкальной школы? Да? Ты их закрыл? Слушай, если тебе будет легче, да. Это я их закрыл. А что? Сынок, зачем? Ты же сама сказала. Изучай слабые места и бей. Я так и сделал. Они же могли сгореть. Жаль, что не сгорели. Ты вообще понимаешь, что тебя могли видеть? И что? Ты же меня все равно потом отмазала бы. Запомни, с этого момента за свои поступки будешь отвечать сам. Я обо всем отцу расскажу. Я обо всем отцу расскажу. Лен, что случилось? Где дети? Машка в саду. О лесу она вообще разговаривать не хочет. Я думал, он уехал после больницы к тебе. Нет. И трубку не берет. Я думал, это опять его украло. Нет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ирина Николаевна, это Геннадий Анатольевич. По поводу документов. Я не отдам вам документы. А может, все-таки передумаешь. Куда мне приехать? Я поняла. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Лена, что происходит? У меня компромат на Бурова, а у него Оля и Илья. Ты что, совсем сдурела, что ли, а? Я же тебя предупреждал, не лезь! Какой компромат? Где ты его взяла вообще? Не ори на меня, это все ты виновата, любовница твоя. Мешки денежные, у вас все на продажу. Если бы не ваша стройка и вы не трогали мою школу, ничего бы этого не было. Где документы? У папы в гараже. Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу. Вы не боитесь, что вас посадят? Меня? За что? За киднепинг. Милая барышня, я вас не похищал. Вы с вами приехали. А мы думали, он нас к следователю везет. Он мне интересен. Следователь расследует, а я и так все знаю. Ну вот, наконец-то. Илья, вы в порядке? Да, мам. Не волнуйся. Отпустите детей. Сначала документы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Витя, спасибо. Вы с Тамарой мне очень помогли. Эта история со школой была как нельзя кстати. Правда, Марда Выдович, царство ему небесное, мог испортить все дело. Ну да ничего. Вы там его увидите, передайте привет. И скажите, что труд его я сберегу, как память о человеческой глупости и жадности. Да вы с ума сошли. Вы же не можете нас всех убить. Ну зачем? Видишь, машина с неисправными тормозами, гололед, крутой обрыв. Сережа, пакуй всех машин. Лена, не бойтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спокойно. Папа! Папа! Все хорошо, доченька. Нет! Нет! Все хорошо. Хорошо. ВЫСТРЕЛЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошел, быстро! Скорую, срочно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руки поднял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Митя, Митя! Почему ты не сказал мне, что все уже было спланировано? Я не мог. Операцию готовили долго, за Буром следили целый год. Собрали информацию. А Витя, получается, он знал? Да, он знал о возможном развитии событий. А ты как в это влип? Как в это влип я? На меня вышли люди из службы безопасности. Объяснили, что пожар, в котором сгорела Марина, был не случайным. Предложили сотрудничать. Я только из-за этого и согласился сюда снова приехать. Теперь понятно. Что тебе понятно? Все изменилось? Что изменилось, Дин? Исчезли продажные чиновники и менты. Исчез олигарх, который хотел завод обанкротить. Что изменилось? Что тебя может удержать? Ты? Я? Да. Да я вообще вам что-то сегодня испортила. Всех подставила. Видите, вон в реанимации лежит. Ты же ничего не понимаешь. Вообще ничего. Ты, наоборот, помогла всем. С Доценко. С этим компроматом от Марка Давыдовича. Ты же молодец, ты умница. Как вы вообще о нем узнали? Тут тебя сдала Сима. Исключительно заботясь о твоем благополучии. Все хорошо. Виктор Владимирович перешел сознание. Состояние стабилизировалось. Ему можно? Ребята, идите спать. Нет от вас спокой ни днем, ни ночь. Жена у него сейчас. Не до вас. Спокойной ночи. На основании изложенного суд постановил Бурова Геннадия Анатольевича признать виновным и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Доценко Виктора Владимировича признать виновным и назначить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов и лишение права занимать государственные должности в течение 7 лет. Шамрай Тамару Игоревну признать виновной и назначить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов и наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. 32 лет лишения свободы условно. Простите, простите, простите. Простите, простите. Так, девочки, опаздывайте. Новая добро. чтобы их. Илья, помоги. Ну что, все готовы? Ну что, мы подумали и решили, что разрезать эту красную ленту в новую музыкальную школу нам поможет талантливая пианистка, лауреат всевозможных конкурсов и просто чудо-девочка Василиса Даманская. Ура! Хорошо. Давай. Давай. Так, давай. Так. Держи, это тебя на память. Спасибо. Теперь просим всех пройти в актовый зал нашей новой музыкальной школы. Дети подготовили для вас прекрасный концерт. Ура, проходи. Давай, занимай места. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, пойдем? Угу. Сейчас все хорошие места займут. Смотри. Поздравления нам передают. Представляешь? Прямо с Парижа.